Если мы реагируем, дальше следующее министерство, пока все из них не окажутся под нашим контролем. Вот попытки реваншного стоят, да, сегодня приходят такие сумки, да, их оказывают ничего не ясно. Попытки стоять, да. Ну и Майдан не сразу строился, это дело такое, поступательное. Слушайте, а ваше движение, на что, в принципе, вы готовы к обстоятельствам своей страны? Ну, вы должны понимать, что для себя мы сделали выбор, и назад дороги у нас уже нет. Какой выбор, как он называется? Мы должны победить. Вас должна уйти, президент, Верховная Рада, правительство, должны все уйти в отставку, а многие из них будут осуждены. Цель оправдывает средство на ваш взгляд? Да, иначе мы потеряем страну. На что, в принципе, вы готовы пойти, для того, чтобы все-таки... Я готов отдать свою жизнь. А жизни других людей, жизни... Нет, я готов распоряжаться тем, что у меня есть. А у меня есть моя личная жизнь, за нее я и отвечаю. И ее я и ставлю на весы. А другие люди уже смотрят, что делаю я, и принимают решение, достойно я выступаю или не достойно. Стоит идти рядом со мной или не стоит. Каждый принимает решение сам. Здесь взрослые, самодостаточные, осознанные люди собрались. Здесь все понимают, что они делают. Здесь нет дебилов, здесь нет умственных, неполноценных каких-то, или там с четыремя классами образования. Практически весь Майдан с высшим образованием. Мы все вышли за свои права, мы понимаем, что мы делаем. И понимаем, что нам за это будет. А вашему насилие это нормально? Насилие это ненормально, и мы стараемся насилие не применять. Но есть пределы необходимой самообороны, которые в случае угрозы жизнью и здоровью людей, которые вас окружают, либо вас, не имеют никаких пределов. То есть мы в праве применять любые методы для того, чтобы защищать свой мирный протест. А после того, как все здания будут захвачены, все будут захвачены, например, что дальше? Потом что? Выбор ЦВК, запуск системы выборов, выбор новых легитимных органов власти. Все, подбор технического правительства, из технических специалистов высокого уровня. Это все несложно. А лидеры, за которые вы выходите, у вас есть? То есть, хорошо, все захватили, а потом что? Вот давайте захватим, а потом вы зададите мне этот вопрос. Потому что в процессе этого захвата лидеры появятся сами собой. Революция рождает героев, а не масс-медиа или чемоданы с деньгами, за которые покупается эфирное время. Это не лидеры. Лидеры те, которые людей за собой ведут, которые рядом с ними стоят. И вот такие ребята появятся. Они уже свидетельствуют. Мы увидели, как коментар одного из повстанцев, так мы их называем. Мы сейчас снимаем видео, и мы здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.